Батарей не греет, стоит звонить. В Самаре открылась горячая линия по вопросам подключения к отоплению. В департаменте городского хозяйства и экологии работают телефоны 266-56-22 в будние дни с 8.30 до 17.30 и 266-54-54 круглосуточно. Кроме того, жалобы жителей принимают отделы ЖКХ и оперативные дежурные во всех районах города. Обращения, поступившие на горячую линию, будут находиться на контроле специалистов до полного решения проблемы. Практически все дома уже подключены к теплу. Остались лишь редкие случаи, связанные с капитальным ремонтом или авариями на теплосетях. Все порывы стараются устранить сразу же. Вопрос у нас 40 порядка повреждений на тепловых сетях. ПТС. Сегодня не все в работе. С сегодняшнего дня открывается горячая линия. Начинаем работать по стоякам. Поэтому районам я хотел бы сказать, чтобы очень к этой позиции подошли очень взвешенно. В новых домах с отоплением должно быть все в порядке. Темпы ввода жилья в эксплуатацию обсудили на совещании в городской администрации. План на год почти 950 тысяч квадратных метров. Из них 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Пока среди частных домов в строй ввели меньше половины плановых показателей. Помочь с оформлением индивидуального жилья должны районные власти. Им поручено активно включиться в работу. Мы готовы оказать всяческую помощь вплоть до того и участия в этих рейдовых мероприятиях. 945 тысяч квадратных метров это достаточно большой показатель. Если мы на сегодняшний день по многоквартирным домам где-то с коэффициентом 1,3-1,5 идем по отношению даже к предыдущему году, то по ИЖС у нас снижение. Оформить частный дом можно тремя способами. Получить разрешение на в административном порядке при наличии разрешения на строительство. Оформить жилое строение подачной амнистии или же через суд. Марина Кравцова, Константин Головин. События.